Привет всем, солнечная Грег Канария. Я нахожусь в зоне, которая называется Мас Паломас. Я сейчас вам покажу дюны. Это песок, который налетел, можно так сказать, с Африки за несколько тысяч лет, как говорят ученые. Находимся мы в 200 километрах от Африканского континента. Вместе с воздушными массами перемещается несколько тонн песка в год. Сегодня поговорим с вами на очень интересную тему. Я расскажу вам о пяти особенностях благополучных претендентов из хороших семей. Какие хорошие привычки они имеют, то, что заставляет нашему сердцу биться чаще в такт с песнями Хулио Иглесиаса или его сына. Первая особенность, которую я спешу повторить, потому что я о ней упоминала в своем предыдущем видео, это то, что испанцы очень щедры на комплименты и слова любви. Связано это, конечно же, с их местным менталитетом. Они не как русские мужчины, замкнутые, в любви себя ведут, холодно, нелепо. Нет, это не про них. Ничего не утаивая за душой, испанский кавалер вот уже на первом свидании может сказать вам «Я тебя люблю». Вспомните, как у нас это происходит. Этих три заветных слова «Я тебя люблю» приходится чуть ли не тисками вытаскивать из мужчины, потому что, конечно, сказать «Я тебя люблю» означает стоять в одном шаге от ЗАГСа, либо потерять независимость и свободу. В общем, какие-то глупости. Нам же девушкам так приятно это слышать. Нам приятно слышать слова нежности, комплименты, слышать каждый день «Моя ты красавица», «Моя ты лапочка». В испанских семьях от мужчины вы не услышите уничижительного, пренебрежительного «Ах, моя Ленка», «Ах, моя Катька» пошла в магазин. Нет, такого не будет. У испанцев в семьях каждый член семьи зовется «Ми Ниньо», «Ми Ниньо», «Ми Амор», «Ми Анхель». Обращается ему жене «Моя любовь», «Мой ангел». И это звучит так здорово, поверьте. Любовь проявляется в деталях. Она будет присутствовать в любой смс-ке, в каждодневном ватсапе, как «Делами Амор». На самом деле к этому привыкаешь, но иногда закрываешь глаза, представляешь отношения с русским мужчиной, и это как небо и земля. Если вы в отношениях с финансово обеспеченным кавалером, вы будете отдыхать на 100%. Испанцы умеют красиво отдыхать. Это будут всегда хорошие отели, это будут всегда хорошо организованные, оплаченные экскурсии, трансферы. Если вы окажетесь в какой-то незнакомой местности, в какой-то новой стране, это будут типичные блюда, местные кухни. Вы не побежите в Макдональдс сэкономить деньги, либо же в трехзвездочном отеле не будете заворачивать продукты в фольгу, чтобы сэкономить на обеде. Нет, с испанцем, девушкой, вы будете отдыхать на полную катушку. Пункт номер 3. Девушки, здесь я не встречала ни одну нашу соотечественницу, которая не отзывалась бы о испанцах как о очень нежных и ласковых любовниках. Ежегодно разные издания, разные каналы проводят исследования, основываясь на впечатлениях женщин с целью выяснить, где же живут самые лучшие любовники в мире. Так вот, на протяжении нескольких лет испанцы уверенно лидируют и занимают первую позицию после бразильцев и итальянцев. Если мы вспомним Россию, нашу печальную статистику, недавно я читала, что 8 из 10 женщин до сих пор в современной России имитируют оргазм. Вы только представьте этот ужас, имитировать фантастическое наслаждение, стараясь угодить, стараясь приободрить партнера. Я не знаю, почему женская эмансипация до сих пор дремлет на наших просторах. В Испании все происходит совершенно по-иному. Испанские феминистки, они приучили, можно сказать, местных мужчин к тому, что секс это удовольствие для двоих. То есть здесь вам не будет, как в России, 65% женщин, которые, опять же, по последним исследованиям утверждают, что удовольствие партнера для них стоит на первом месте. Я думаю, что тема шовинизма еще долго будет присутствовать в России, поэтому, девушки, если вы хотите получать удовольствие от жизни во всех ее аспектах, приезжайте в Испанию. Я надеюсь, нам не очень с вами помешают эти звуки пинг-понга, потому что сзади меня отец играет с сыном, вот если вы видите, вот в настольную эту игру. Следующую положительную особенность, которую я хотела бы выделить, это испанцы и дети. У испанцев действительно очень чуткое отношение к детям, и даже после развода они платят алименты не по постановлению суда, это жест, который идет от чистого сердца. Испанец никогда не допустит, чтобы его ребенок оставался в плохих условиях, если он живет лучше. Здесь иногда приходится слышать о том, что папа отобрал ребенка у мамы. На самом деле все происходит иначе. Если у мамы какие-то возникают материальные проблемы, если отец видит, что мама не может обеспечить уровень жизни и уровень обучения, образования, проживания ребенка, решается вопрос об изменении попечителя, и таким образом ребенок будет проживать вместе с отцом и видеться с матерью, например, в конце недели. Это может быть как временная мера, так и постоянная. Все это свидетельствует о том, что испанцы очень ответственно относятся к теме детей. Испанский папа после рождения ребенка никогда не будет торопить вас выйти на работу, потому что воспитанный в окружении бабушек и мам в заботе и любви, когда мама забирала его с колледжа, пила домой за ручку, кормила его вкусным обедом, он знает цену женской любви, цену женской заботы. Он знает, что никакой детский сад, никакой колледж не заменит мамину любовь. Последний пункт, который я хотела бы осветить вам в своем видео, это то, что после замужества из невесты вы превратитесь в сеньору. Это означает, что в глазах окружающих вы будете выглядеть иначе. Вы будете восприниматься уже не как спутница жизни, как говорится, а как мать семейства. В своем предыдущем видео я вам рассказывала, что семья занимает особое место в жизни испанца. После свадьбы своей супруге он будет относиться еще более уважительно, потому что будет понимать ее важную составляющую в продолжении рода. Согласитесь, это звучит очень красиво. Сеньора Катерина или сеньора Ольга или сеньора Мария. Если вы знаете еще какие-либо интересные особенности, отличающие испанских мужчин от русских или украинцев, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень будет интересно почитать и обсудить их вместе с вами. А с вами была Екатерина. Всего вам хорошего в поиске вашей испанской любви в реале и виртуале. Убисито и до новых встреч!